В эфире на Ультского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Решить проблему очередей в детские сады призван проект «Сертификат дошкольного образования», разработанный в региональном министерстве образования и науки. Результаты его внедрения в Стерель-Тамаке рассмотрели на еженедельном оперативном совещании в понедельник, 17 февраля, которое провел глава Башкортостана Радий Хабиров. Сертификат дает право получить место в частном детском саду за плату, приравненную к муниципальной. В Стерель-Тамаке пилотный проект стартовал в ноябре 2019 года. За три месяца выдали 200 сертификатов, что позволило повысить обеспеченность детей в возрасте до трех лет местами в дошкольных учреждениях – 74 до 94%. Дорожный фонд Башкортостана на 2020 год составил 19 миллиардов рублей. В том числе почти 2 миллиарда рублей удалось привлечь из федерального бюджета. На автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения направят 8 миллиардов рублей. На дороге местного значения – 6,5 миллиардов рублей. Большая часть средств пойдет на капитальный ремонт автодорог. С 1 июля Башкортостан переходит на прямые выплаты средств Фонда социального страхования. Пособия будут выплачиваться непосредственно на лицевые счета застрахованных работающих граждан. Таким образом, из 16 миллиардов рублей регионального отделения Фонда 13 миллиардов рублей направят в качестве прямых выплат, предусмотренных законодательством для работающих граждан. Ежегодно их смогут получить более 1 миллиона человек. Затем на оперативном совещании в правительстве республики глава Башкортостана Радихабиров напомнил о своем требовании к руководителям министерств и ведомств не выезжать в зарубежные поездки без необходимости. Так называемый чиновничий туризм и ритуальные поездки за бюджетные средства следует пресекать. Заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям прошло в администрации района 14 февраля. Причиной внеочередного собрания стало трагическое событие в селе Иткинеево, где в результате пожара 13 февраля погибла местная жительница. На заседании обсудили возможные причины именно этого события обеспечения пожарной безопасности в сельских поселениях, меры, принятые в них для этого, наличие и количество пожарных извещателей у групп риска среди населения района. Перед присутствующими выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Руслан Хамадуллин. Всегда все вопросы начинаются со статистики. Любая тема, на которую мы хотим обратить внимание и поднять, и довести до требуемых мер и цифр – это статистика. На сегодняшний день правильно было все сказано. У нас нет ни одной нормальной статистики по количеству категорий риска. Ни многодетных, ни одиноких, ни пенсионеров, ни пожарных извещателей, которые сейчас остро стоит вопрос, уже в главном направлении стоит острый вопрос по датчикам, которые выдаются детям, которые родились с 2018 года. Мне кажется, у нас тоже проблема эта. Поэтому надо с сегодняшнего дня уже этот вопрос начать поднимать. Именно по детям, которые родились. По всем категориям надо. Да, в первую очередь, которые родились. Почему? Потому что к нам даже уже люди приходят и спрашивают, а когда же нам дадут датчик? Когда? У меня вот ребенок родился уже в 2018 году. Да, уж объясняешь, обещаешь – дадут, дадут, значит дадут. Но нету ведь, товарищи. От кого это зависит, это надо уже делать уже. 20-й год уже. В завершение заседания участники и ответственные лица обсудили необходимые меры для реализации в ближайшее время по профилактике пожаров. Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошло в Янаульском историко-краеведческом музее 15 февраля. 31 год прошел со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня в нашем районе проживают 100 воинов-интернационалистов, участвовавших в боевых действиях за пределами страны. А седые головы, это белый снег войны, эта песня вас поют, облака, облака. А седые головы, это белый снег войны, наградила небо вас на века. На встречу были приглашены ветераны боевых действий, родные и близкие погибших солдат, учащиеся школ. Перед ними выступил глава администрации района Ильшат Вазигатов. Он выразил слова благодарности всем тем, кто ценой своего здоровья бился за мир, и тем, кто воспитал настоящих мужчин, защищавших свою страну. Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Через эту войну прошли 550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 из них получили звание Героя Советского Союза. Свыше 15 тысяч советских солдат погибли на чужой земле. 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней. 311 человек пропали без вести. Это были самые большие потери советской армии со времен Великой Отечественной войны. Офицеры и солдаты, прошедшие через Афганскую войну, с честью и достоинством выполнили свой интернациональный долг. Еще раз показав всему миру силу и славу русского оружия, высокий боевой потенциал советского воина был признан военными специалистами ведущих мировых держав. На той войне воевали 146 наших земляков. Не все из них вернулись в родные края. Пять уроженцев нашего района погибли, один пропал без вести. Сегодня мы низко склоняем головы и разделяем всю боль и горечь утраты родителей и близких Марата Валиулина, Игоря Давлетшина, Дилара Кашапова, Алексея Кубатулина, Ильхама Хабибулина, Юрия Чепкасова. На долю наших современников выпало еще одно испытание – Чечня. Яновольским районным военным комиссариатам были призваны и прошли службу в Чеченской республике 382 ребят. Шестеро из них не вернулись. Это Айрат Ахмадишин, Леон Иманов, Эмиль Наслибуллин, Олег Петров, Сергей Сандаков, Федус Файзуллин. Памятные подарки были вручены матерям погибших на войне солдат. Помнить об участниках локальных конфликтов, о тех, кто исполнил свой воинский долг, призывал военный комиссар города Янаула, Янаульского и Калтасинского районов Марат Харрисов. Нельзя забывать о том, что в той войне наши солдаты и офицеры, тогда еще совсем молодые люди, проявили верность данной родине присяге, показали высокие образы мужества, стойкости и героизма. Сотни из них награждены боевыми орденами и медалями. О событиях военной кампании в Афганистане рассказал председатель Янаульского отделения Башкирской республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Данил Шайдулин. Почти 10 лет наши воины с оружием в руках участвовали в операциях, защищали южные рубежи нашего великого СССР, выполняли национальный долг. Наиболее крупными по составу, привлекаемыми силами, средствами продолжительности и значимости были операции в долинах рек Паншер, Андараб и в зеленых зонах вокруг городов Кабул, Герат, Кандагар, Файзабад и многие другие. По прошествии 31 года саня вывода советских войск из Афганистана. Это не привело к мирному регулированию афганской проблемы. Напротив, военное вмешательство США и их союзников в афганские дела возросло и продолжает усиливаться до сих пор. Ну а афганский народ не стал жить лучше, а скорее хуже. Одно успокаивает. Мы сделали все, что могли. Своими воспоминаниями поделилась председатель Совета ветеранов Янаульского района Рима Фазылова. Мы как-то вот сегодня говорим, ребята, более спокойно, но в то время это было очень страшно. Сколько было материнских слез. Мы помним, как привозили этой гробой. В первую очередь, динары, мы помним, так ведь Максимова привезли. Это было очень страшно. Дорогие ребята, перед вами сидят в отмоскровочных костюмах настоящие герои. Старайтесь побольше общаться с ними. Ведь именно живые общения с ветеранами дают возможность вам знать историю Родины, учиться уважению к старшему поколению, принимать решения и использовать его опыт в своей будущей жизни. Для участников встречи был подготовлен концерт. Зрителям представили танцевальные номера и вокальные композиции, отражающие дух того времени. Мат не в силах оторваться от могильного холма. Сын в земле, а на ладони листик этого письма. Мат не в силах оторваться от могильного холма. Сын в земле, а на ладони Ольга, здравствая звезда. Ищи вчера, пахнутым ветром, горе грянула в окно. А сегодня, на рассвете, почтальон принес письмо. Днем живое он смеется и так хочет долго жить. Здравствуй, мам. Здравствуй, личность. Моим праве и заберечь. Служил ущелье Паншер. Дислоцировалась наша часть. Зенитный дивизион, которым я возглавлял, находился в аэродроме Баграм. Большую часть я находился в ущелье Паншер, чуть поменьше, на аэродроме Баграм, населенный пункт Руха. Нашим потенциальным противником был начальник, командир отряда мятежников Ахмадшах Максуд. Ну, кто как устроился в жизни. Кому-то чего-то не хватает, у кого-то кто-то довольствуется тем, что есть, как ваш покорный слугар. Лишь бы они все были счастливы и долго жили. День памяти, скорее всего, это не только дать дань или память кого-то, чего-то. Это нас, детей 70-х, 60-х. Это, скорее всего, наша история, потому что мы дети, рожденные в СССР, мы ими останемся. И то, что все происходило тогда, это коснулось не только меня, как вдовы участника войны, она коснулась, мне кажется, всех, потому что мы каждый день слушали радио, смотрели телевизор и ждали, что же и как там происходит. И это было страшно, когда там прилетали черные тюльпаны или приходили похоронки. Это ведь не 45-й год, это уже было наше советское время. В принципе, такого какого не должно было быть. Вот, и, скорее всего, наверное, людей тех времен, все-таки там внутри что-то есть такое, такой стержень, я не знаю, это даже никак не объяснишь. Просто мы дети тех времен, молодежь, которые пропустили через себя, знали все, что происходило. И поэтому тот день, когда вот 15 февраля вошла в историю как День памяти, для нас есть как бы официальный День памяти, День памяти всех тех, кто остался там, кто там погиб, кто уже приехал сюда, умер уже впоследствии всяких болезней. Мы вспоминаем всех наших ребят. Они для нас, по крайней мере для меня, они остались ребятами. Мы живем вечно на грамме власти, ушедшие в вечность солдаты России. По завершении торжественной части музея участники мероприятия направились к монументу боевой и трудовой славы и памятнику воинам-интернационалистам почтить память погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Попал сначала в Тоский лагерь Оренбургской области. Там два месяца карантин прошел. После карантина нас медосмотр прошли 280 команды и после этого нас отправили в Тармес. Там неделю на эшелонном, военном эшелонном ехали и после этого там через неделю уже попало где-то 20-25 января последнего года получается. Вот с этого время я до 81-го 29-го декабря служил там. Ну яркие впечатления там чего такого страшного у нас не было. Ну армия и с армией служили как честно добровольнее. Ходил я 5 раз где-то 4 раза 4-5 раза это боевые рейды. Ну это рейд боевая прессия. Остальное время я ушел домой уже Жалобанская долина называется самая страшная там Пакистан там 10 километров наверное не оставался. Ну там мы стояли уже охраняли проходящие уже машины движения на посту стояли полгода. Мы в одном месте не стояли в одном там полгода другое место вот так служил два года им. Ну после армии там я заболел желтухой сюда приехал в 82-м малярии. Вот я еще хотел сказать вам ну армия там легче было мне прожить вот эти два года. Хорошо там никакой проблемы все было зато там знаешь что у тебя оружие есть тебя никто не нападет возьмешь кого надо уже защищай сам тебя и ребята уже командира ты уже вооруженный человек. Ну после армии уже пришел тут уже за тобой никто не контролирует сам только как себя ведешь так и будет. Возложили цветы к памятнику скорбящая мать отдав дань уважения тем кто не вернулся с полей сражений и тем кто потерял своих близких и родных людей. Гульнара Сиддикова Эльмира Хузеева Нил Сафин служба новостей Янаульского телевидения. В нашем районе продолжается фестиваль фронтовые концертные бригады проводимого в рамках проекта Янаул Поколение Победы посвященного 75-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. В этот раз свое выступление продемонстрировал творческий коллектив воединского сельского поселения. Артисты в своем выступлении постарались отразить события военных лет всю горечь осознания начала войны тяжесть военных лет и радость Дня Победы. Великой Отечественной войне. Великой Отечественной войне. Великой Отечественной войне. Война 1941-1945 годов унесла жизни многих граждан, в том числе и с нашего сельского поселения на фронт ушли более 500 человек. И только малая часть из них вернулась на родные земли. У нас практически в каждом населенном пункте имеются памятники, за исключением Ченгакуль. И Ченгакуль, Бадряш Аптау и Байсарова. Нынче по инициативе граждан планируется строительство памятника в селе Байсарова. Будем надеяться, что граждане своевременно успеют это выполнить. Это чисто их инициатива. Праздничный вечер для ветеранов войны и труда, тружеников тыла, жителей истяковского сельского поселения прошел в сельском клубе 15 февраля. Встреча была приурочена к празднованию в этом году 90-летия района и 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ее посвятили тем, благодаря усилиям и заслугам которых развивалось как сельское поселение, так и район в целом. Для участников встречи были приготовлены праздничные угощения и концерт из разнообразных танцевальных и вокальных номеров. Творческие коллективы, сотрудники клуба, организаторы встречи постарались выразить таким образом свою благодарность главным героям этого дня. Всю жизнь работали в наших территориях, учреждениях, колхозах, предприятиях. Пригласили также учителей и работников сельских домов культуры, которые всю жизнь посвятили нашему району. По нашему сельскому поселению есть у нас выдающиеся люди. Есть герои социалистического труда Асхадулин Федус Фаизович, есть кавалеры орденов Ленина. Также по Янаульскому району первым получил наш житель Максим Хазбутинов орден Ленина. Он также является первым бригадиром НТС Янаульского района. Есть исторический факт о том, что наш житель Максим Хазбутинов фотографировался на Всероссийском съезде с Талином. Мы очень гордимся своими земляками. Всем им желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, как в работе и так же в личной жизни. Открытый турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 16 февраля. В турнире приняло участие 8 команд из Янаула, Бирска, Иткинеева, Карманова, Николоберезовки и Пермского края. Борьба была ожесточенной. Каждый участник старался максимально выложиться. Зрители внимательно следили за игрой. Участники оценивали своих возможных соперников. По результатам соревнований победителями стали янаульские волейболисты. С одной стороны, это у нас праздник, можно сказать, а с другой стороны, день памяти и скорби. По-другому, ребята, мы пришли в Сарганской войне. Ребята занимаются волейболом, можно сказать, с первого класса, мы начали в втором классе ребята. Ребята, самое главное, занимаются желанием, с удовольствием. Вовремя уроками занимаются они. И после уроков мы тренируемся перед соревнованием. Не только они в волейболе играют, но в которой районы проходят соревнования, все остальные, мы стараемся принимать участие. В основном у них гиревой спорт, волейбол, вот волейбол, борьба национального борьболе. А по гиревому спорту у меня 10 чемпионов в этом году. В основном, ну, призеры 15 вообще граната. А по борьбе мы заняли третье место. Девушки заняли третье место, а мальчики – второе место. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода, мокрый снег. Местами – налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед. На дорогах – снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днем плюс 2, минус 3 градуса. Субтитры создавал DimaTorzok Скидки, скидки до 50%. Формленд Аптека Доброго Здоровица. Ищите, где бы купить бытовую технику? В сети магазинов «Атлант» вы найдете все, что желаете. От утюга и фена до холодильника и стиральной машины. И все это по низким ценам. Мы ждем вас по адресу. Город Янаул, улица Маяковского, дом 14, дроп 2. Звоните нам в 8-347-60-525-09 или в 8-800-347-3477. Сеть магазинов «Атлант». 21 февраля в Межпоседенческом культурно-досуговом центре состоится торжественный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. Начало в 15 часов. Добро пожаловать! Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Здесь все помнит, и кто ничего не забыл? Завтра! Завтра у меня! День развития! Хотите оригинально поздравить? Своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое подравление по вашему желанию! Поздравление на дни рождения! Юбилей свадьбы! Воплощаем любые идеи! Вам надо всего лишь позвонить по номеру 5-28-71. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!